Приветствую вас, друзья! Вы на канале Пульс. Земли, события и катаклизмы за 16 марта. Поехали! На юг Бразилии обрушились сильные порывы ветра на города Куритиба и Маринга. Скорость ветра оценивалась до 30 метров за секунду. В городе повалены деревья, нарушено электроснабжение. Другие районы Бразилии страдают от наводнений. В императрис, муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян. Идут сильные ливни. Город очень сильно затоплен. О повреждениях и силе наводнениях можно судить, видя эти кадры. Проливной дождь затопил дороги на юге Сагамосо, город-муниципалитет в Колумбии. Власти призывают население быть очень внимательными, так как на дорогах затоплены ямы, канализационные отсеки, чтобы не попасть в них. Ливень длился всего несколько часов. В северной части американского штата Калифорния из-за непогоды возникли проблемы с автомобильным движением. Большое количество машин застряли на заснеженных дорогах в округе Плессер. Информация об пострадавших не поступала. Высота снежного покрова в некоторых районах достигает 80 сантиметров. Сильные дожди, которые прошли недавно в Боливаре, стали причиной исхода массивного оползня на дороге Сан-Пабло-Челанес. Министерство транспорта и общественных работ Боливара сообщило, что на площадку для уборки перемещена специальная техника. Сильные ливни вызвали внезапное наводнение в Далласе, штат Техас, в результате чего несколько автомобилей погрузились под воду. Затоплены и перекрыты улицы. Чили сотрясло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр подземных толчков располагался в 53 километрах к северу-западу от города Томи, провинции Компенсион. Очаг сейсмического события залегал на глубине 28,5 километров. Новости распространения коронавируса Согласно карте распространения Джона Хопкинса, в мире выявлено 183 372 случаев заражения коронавирусом. Погибших 7 167 человек. Выздоровело 79 731. В Украине коронавирус подозревают у 42 человек. Всего в стране зарегистрировано 140 сообщений о подозрении на COVID-19. Франция наращивает военную группировку в Париже и в других городах страны в преддверии ожидаемого введения режима чрезвычайного положения, комендантского часа и закрытия границ. Карантин в Украине из-за коронавируса ужесточается. Приостанавливаются ЖД, авиа и автобусные перевозки по стране. Закрывается метрополитен, ресторан и общепиты. Переходят на работу в режиме доставки. Кроме того, фиксируются новые случаи заражения COVID-19. Спасибо вам за просмотр. Обязательно подпишитесь на наш канал Пульс Земли, если вы еще не подписаны, чтобы не пропустить последние выпуски. Спасибо за внимание и до завтра.